Приветствуем вас на программе Андрея Вомога «Истина Евангелия» Цель его служения – донести до людей Веса Божьей безусловной любви и благодати. Вот уже 20 лет Андрею учат людей по всему миру через Библейский колледж Харрис. А теперь давайте послушаем Андрею. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня пятница, и я заканчиваю четвертую неделю учения, которую я назвал «Истинная натура Бога». И мы смогли поговорить о множестве мощных истин. Все эти истины дают нам освобождение. Они способны полностью преобразить ваши отношения с Богом, потому что они изменяют то, как вы видите и воспринимаете Бога. Одно из препятствий в отношениях Бога с человеком – это ветхозаветный закон. Не то чтобы с законом что-то не так, но люди неправильно его понимают и применяют, и отсюда возникают проблемы. И, наверное, две из четырех предыдущих недель я посвятил разбору того, зачем был дан закон. У меня нет времени возвращаться к этому, просто скажу, что это учение есть в виде книги, заглавленной «Истинная натура Бога» в виде CD и DVD дисков. Сегодня, завершение четвертой недели, я буду продолжать учить на эту тему еще одну неделю. И хочу сказать, что это мощная, мощная истина. Это удивительное время. Если вы что-то пропустили, даже если вы когда-то это слушали, я советую приобрести эти материалы, зайти на наш веб-сайт для этого. На веб-сайте можно просмотреть все предыдущие программы. Я проповедовал на эту тему не знаю сколько раз, сотни, наверное, но для меня самого что-то постоянно открывается новое каждый раз, когда я служу. Из своего опыта я знаю, что я сам получаю из этого откровения каждый раз, когда повторяю его. И если эта работа для меня, то наверняка сработает и для вас. Поэтому рекомендую вам настоятельно прослушать это учение еще раз или приобрести материалы. Но вам надо обязательно утвердиться в этих истинах, они — основа. Последние два дня я много учил по посланию Галатам. Я учил из Галатам главы 1, главы 3, главы 4. В главе 5 Павел делает наиболее радикальные заявления за все время. Заявления, на которых сегодня многие притыкаются. Но это есть в Библии. Эти слова, эти утверждения касаются темы закона, на котором мы рассуждали. Зачем был дан закон? Закон не был дан, чтобы вести вас в отношения с Богом. Он был дан, чтобы показать вам, что вам нужны отношения с Богом, но их нельзя достичь собственными усилиями. Закон должен был заставить вас буквально молить о пощаде. Вот об этом и идет речь. Галатам 5, глава 1 стих говорит «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Если бы я проповедовал по посланию Галатам, стих за стихом, то это было бы действеннее и более, наверное, убедительнее. Павел говорит о том, что нам дана свобода от ветхозаветного закона. Предыдущие стихи в 4 главе говорят об иносказании в истории Авраама и Сары и обитованном сыне Исаака, истории Авраама, Агаре и сыне, рожденном от их собственных человеческих усилий. И о законе же сказано следующее «Изгони сына рабыни». Невозможно иметь отношение с Богом через закон. Послание Галатам, 4 главе, 30 стих, там говорится «Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабыни будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Если понимать эти слова в контексте, то мы не под законом, но под новозаветной благодатью. И прямо в следующем стихе говорится «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабства». Он говорит о том, что мы должны стоять в Евангелии, в благовестии, в благодати Господа Иисуса, которую принес Новый Завет, и не возвращаться к игурабству и тхозаветного закона. «Если бы я мог, я бы всех заставил верить в это». Именно об этом здесь и говорится, если понимать все в правильном контексте. В следующем стихе Павел говорит «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Я говорил об этом ранее, некоторые притыкаются об эти высказывания, но на самом деле дело или речь совсем не в обрезании. Павел сам был обрезан, он перечисляет, как исполнял все требования закона, как был фарисей с фарисеев, и тому подобное упоминает, что был обрезан на восьмой день по закону Моисееву. Но совсем не в обрезании было дело. Дело вот в чем. «Привержены ли вы закону и заповедям закона? Если да, то не будет вам никакой пользы от Христа». Так здесь говорится. Это сильнейшее и резкое высказывание. Ну, конечно же, Иисус — самая большая польза, которая только была в этом мире, самая большая помощь миру, особенно для верующих, которые полагаются на Него. Блага, пришедшие через Христа, больше всего мира, они буквально бесподобны. Но Павел говорит «Не будет вам от Христа пользы, если вы верите в свое собственное обрезание. Уповайте на Него. От Христа вам не будет пользы, если вы уповаете в строгое соблюдение закона и исполнение всех требований». Некоторые из тех, кто сейчас нас смотрят, вам нужно встретиться с Господом. Вам надо пережить Его прикосновение и довериться Иисусу. Вы приняли спасение. Если бы вы умерли прямо сейчас, вы бы сразу оказались в присутствии Господа. И вы будете жить в вечности с Господом. Но есть и рожденные свыше христиане, которые сейчас нас смотрят, которым в этой жизни нет никакой пользы от Христа. Если вы больны, как и те, кто не верит в Бога, если бедны, живете в страхе и нищете, злобе, в обиде, если вы недовольны, подавлены и прочее, прочее, если люди, которые сейчас смотрят эту программу, они истинно рожденные свыше, но нет вам от Христа никакой пользы. Почему? Все по той же причине, о которой здесь говорит Павел. Если вы уповаете в обрезание, уповаете в закон, если вы стараетесь угодить Богу и заслужить Его благоволение, то нет вам от Христа никакой пользы. Местописание, которое говорит об этом, 2 глава, 20 стих, где Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу воплоте, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И затем в 21 стихе говорит, «Не отвергаю благодати Божией, если закон о оправдании, то Христос напрасно умер». Другими словами, благодать Божию можно отвергнуть, можно устроить так, что не будет вам никакой пользы от Христа, если ваша праведность приходит через закон. То есть, если вы праведны пред Богом только благодаря вашим делам, благодаря тому, как вы заслуживаете делами Божьего благоволения, тогда нет вам пользы от Христа никакой. Вот о чем он здесь пишет. «Пока вы полагаетесь на строгое соблюдение закона, на такую праведность, когда правильное положение пред Богом зависит от ваших добрых дел и поступков, тогда нет вам пользы от Христа. Если вы рассуждаете так дело не только в моих поступках, мой Спаситель Иисус, но я должен к этому прибавить свои дела и спасение для меня в сочетании того и другого». Но это совершенно искаженное понимание истинное. Временном 11 главе, я открою и прочту этот текст для вас. Павел как раз об этом и говорит, что все дело в том, что Иисус сделал для нас. Дело в благодати Божьей, а не в ваших делах и не в вашей святости. Он говорит об этом в Ременном 11.6. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Наверное, некоторые думают, что это еще значит? Звучит, может быть, несколько запутанно, но попросту имеется в виду. Либо по делам, либо по благодати, либо то, что Иисус сделал для вас, независимо от вас, либо то, что вы делаете для Него. Но не сочетание того и другого. Так не получится. Не так, чтобы Иисус плюс еще что-то. Иисус плюс еще что-то равняется ноль. Ничего. Но Иисус плюс ничего, кроме веры и принятия верою, равняется всему. Это мощнейшее утверждение. Иисус плюс что-то еще равняется нулю. Но Иисус плюс ничто равняется всему. Это мощное утверждение. И здесь он говорит, что если вы верите в дела закона, нет вам от Христа никакой пользы. Вы отвергаете благодать Божию. Если правильность приходит от ваших дел, то нет пользы от Иисуса. Если вы не видите пользы христианства в своей жизни, это от того, что вы по-настоящему не верите в благодать Божию. Когда вы верите в благодать Божию, уповайте на нее довольны для вас благодати, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело, согласно 2-м околимфианам, 9-й глава, 8-й стих. В 3-м стихе, в Галатам 5-й главы, и основа на этой странице, сказано «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». И филиппийцам в главе 3-й сказано, что Павел был обрезан, но не полагался на это. Не то, чтобы плохо делать какие-то вещи такие, «хорошо ходить в церковь, хорошо приносить десятину, хорошо читать Слово Божие и молиться». Надо все это делать, но нельзя полагать свою веру в то, что вы делаете, и ожидать, что Бог вознаградит ваши великие дела. Вместо этого вам надо смириться и признать, что даже если вы совершаете добрые дела, спасение только в благодати Божьей, а ваши дела только ваш положительный ответ на благодать, а не то, чем добиваются от Бога ответа на молитвы. Это мощная истина. Итак, он говорит, «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, то есть полагающемуся на обрезание, или на подобные вещи, что он должен исполнить весь закон». Об этом говорится в Галатам 3-й главе. Я читал эти стихи. В 10-м стихе сказано, «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Другими словами, дело не в том, чтобы просто соблюдать большинство заповедей и набрать проходной минимум, проходной балл. Вы должны исполнить все. Если вы все исполните в совершенстве, то получите 100 баллов. А если вы упустите один единственный пункт, вы получите не 99, а 0. Вы провалились. Именно об этом здесь говорится. Если вы собрались полагаться на свои дела, то вы должны постоянно исполнять весь закон. Посмотрите, 4-й си, Галатам 5-4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Сильнейшие резкие слова. Некоторые так понимают эти стихи. «Отпали от благодати, но потеряли спасение». Я не верю, что здесь об этом речь. Многие уверовали в Господа, истинно родились свыше, и в случае смерти они окажутся в присутствии Господа, но они пытаются оправдаться своими делами. Вы стараетесь добиться принятия Богом, стараетесь угодить Богу делами, и таким образом вы отпали от благодати. Это не значит, что вы потеряли спасение. Это просто значит, что вы не ходите в благодати Божией. Вы не ходите в благословении, которое в Галатам 1, в главе, стих 6-7, Павел там говорит, употребляет понятие благодати, благоествование, взаимозаменяемое. Вы не ходите в благоествование. Вы ходите в делах. Вы стараетесь заслужить. И тогда сказано, вы отпали от благодати. И сказано, «Не будет вам никакой пользы от Христа». Это сильнейшие, сильнейшие утверждения. При этом многие сегодня так и живут, потому что не подошли к Богу по Новому Завету. Они пытаются смешать Ветхий Завет и Новый. В 5 стихе, глава 5, сказано, «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет сил ни обрезания, ни ни обрезания, но вера, действующая любовью». Потрясающие слова. То, что делает нас приемлемым для Бога, это вера. Это наша любовь и принятие любви. В Евреям 6, 11 сказано, «Без веры угодить Богу невозможно. Угодно Богу ваша вера, а не ваши дела». Если вы реально имеете веру в Господа, это отразится на ваших делах, но делами вы не достигнете совершенства, поэтому в итоге верить надо в то, что совершил Иисус, а не в свои дела и поступки. В Галатам 5, 7 говорится, «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Здесь говорится о том, что Павел был первый, кто проповедовал Евангелие Галатам, когда они приняли его. В 3 главе Павел говорит им, «О, несмысленные Галаты, кто предстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Христос, Иисус, как бы у вас распятый». Павел проповедовал им, он ясно показал им, что Иисус умер за них, и что они были оправданы в глазах Бога через то, что Иисус совершил, а не то, что они совершали. Он проповедовал им об этом. Об этом он пишет в 5 главе, что в свое время они шли хорошо и начинали хорошо. Они начинали с веры в Господа, но позднее, со временем, они стали прислушиваться к другим людям, которые говорили, «Надо еще жить свято», и они стали примешивать свои дела, и это была еще не одна только уже чистая вера в Иисуса. Теперь это была вера в Иисуса плюс их дела. Вот о чем он говорит. Сегодня происходит подобное. Я был воспитан в церкви очень сильное в евангелизации, в благовестии, где люди посвящали себя Господу. И во время призыва к покаянию мы пели, «Прихожу к тебе, как есть, без оправданий». И мы проповедовали благодать неверующим. Мы говорили им, «Бог любит вас, Бог хочет вас спасти». Если эти люди жили в грехе, а вы искренне хотели показать им Бога, вы говорили о том, что Бог их любит. Но если вы были христианином, тут уже все по-другому. Если вы христианин и делали то же самое, что делал неверующий, тогда держись. Гнев Божий. Они вам выдавали по полной программе. Исключить его, наказать. Бог судит тебя, поэтому у тебя ничего не получается. Но в этом нет логики. Об этом Павел говорит. Они начинали с благодати Божьей, так они спаслись, галаты. Но потом стали думать, что если ты родился свыше, теперь тебе надо совершать все эти дела. В Римлянам 5 главе 8 стихе, я зачитаю, «Но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Многие выдирают эти стихи из контекста. Я когда-то тоже так делал. Я не говорю, что неправильно утверждать, что Бог любит грешников, и Он доказал свою любовь нам, и еще когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Это правильно. Но не в этом главная мысль, которую доносит до нас Павел. Здесь он подводит нас к следующему стиху, готовит нас. Главное, в 9 стихе, там сказано, «Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью, его спасемся им от гнева». То есть он хочет сказать, что если ты веришь, что Бог доказал свою любовь тебе, когда ты был еще грешник, то насколько больше теперь Бог любит тебя, когда ты рожден свыше. Но обычный христианин верит, что теперь он любит нас гораздо меньше. И проповедует богдать неверующему, а верующему проповедуют закон. Они говорят о принятии милости к неверующему, а тому, кто родился свыше, они говорят о суде, гневе и отвержении. Но все это противоречит Писанию. Колоссянам 2, 6, там сказано, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в нем. Если вы родились свыше, попросту придя и сказав, «Вот такой, как я есть, я не заслужил, Господи, прости меня, Боже, помилуй меня и спаси, ведь ты праведен, а я нет». Если вы спаслись так, то также должны исцелиться, также принять преуспевание, радость, мир. Не надо получать ответ на молитвы в обмен на дела, но большинство, именно здесь они проводят границу. Я приводил этот пример раньше, но если в церковь, в которой я вырос, приходил, выпивший, неверующий человек, обычно люди подходили к такому неверующему и рассказывали о милости, о том, как Бог его любит. У Бога есть лучший план на вашу жизнь, вы можете получить свободу, хотите посвятить свою жизнь Господу. И говорили о прощении, а если неверующий говорил, «Я этого не заслужил, я же пьяный, пришел в церковь, я ужасный грешник». Но большинство говорило ему, «Но Бог доказал свою любовь тебе тем, что Христос умер за тебя, когда ты был еще грешником», и проповедовали ему милость. Но если этот человек получал рождение свыше и на следующей неделе снова заявлялся в церковь пьяной, то те же самые, кто проповедовал о милости, пока он был неверующий, теперь говорили ему, «Бог гневается на тебя, ты грешишь против Господа, как смеешь ты являться в церковь пьяной? Бог не благословит тебя, он не ответит на твои молитвы», и теперь проповедовали отвержение, суд и наказание этому человеку. Потому что большинство не верит, что если мы спаслись, то теперь мы тем более имеем благодать. Но Писание учит, что если Бог любил тебя достаточно, чтобы умереть за тебя, когда ты был еще грешник, тем более Он любит тебя сейчас, когда ты принял Его прощение, даже когда ты грешишь, когда испачкаешься, что называется. Говорю ли я это, чтобы поощрять жизнь во грехе? Конечно, нет. Я хочу сказать, что если вы не понимаете, как Бог любит вас, верующего, даже когда вы согрешаете, когда вы испачкаетесь, Он любит безусловно. Если вы по-настоящему поймете и примете это, то это понимание заставит вас жить более свято, без особых усилий, чем когда вы старались жить более свято своими силами. Это бы просто пришло, потому что любовь Божья стала бы вас направлять. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение нет, призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я мог бы долго учить на эту тему. Кто-то скажет, я применяю дела, самую малость, немного закончества, но главным образом я полагаюсь на благодать Божью. Но вернусь к тому месту Писания, которое цитировал ранее, Римлянам 11.6. Либо это благодать, либо дела, но не сочетание того и другого. Либо Христос, либо вы, но не сочетание Иисус плюс ваши старания. Малая закваска заквашивает все тесто. Если добавите немного закона, добавите немного дел, и скажете, что если вы не исполните этих минимальных требований, вам не надо исполнять все, но вам надо следовать хотя бы минимальным нормам, чтобы Бог полюбил вас и благословил вас, то вы испортили все тесто. Вы все исковеркали. Либо вера в Иисуса и точка, либо вера в себя, но не то и другое вместе. В 10 стихе говорится, «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себя осуждение». Это сильное место Писания. Я проповедовал об этом в Англии на нашей конференции служителей в 2014 году. Здесь говорится о людях, которые начали с благодати, а затем пришли законники и начали говорить им, «Ну да, надо верить в Иисуса, надо полагаться на Него, невозможно спастись самому, своими делами, но они одни только Иисусом. Если твоя часть, надо принять то, что Иисус сделал, но плюс к этому нужно еще исполнять вот эти заповеди». Вот об этих людях здесь он и говорит, «Кто такое проповедует, понесет на себе осуждение». Вы думали когда-нибудь о том, кто те, кто проповедует закончество, те, кто говорит, «Бог не благословит вас, если вы не будете делать то и все». Эти люди понесут на себе осуждение. Они подпадут под собственное осуждение, которое сами навлекают на себя. Я видел, как это бывает сотни раз. Я видел служителей, которые проповедовали жестко и говорили, «Вы должны делать то, говорить все, делать это и то». Старались мотивировать людей, а потом подпадали под собственное осуждение, потому что сами не жили, как учили. Никто не соответствует совершенным нормам. Если вы проповедуете жестко, проповедуете гнев, что все должно быть совершенным, прежде чем Бог благословит вас, то кончится тем, что вы сами не будете иметь благословения, потому что сами и не можете жить по нормам, которые проповедуете, и понесете на себя осуждение. Оно придет на вас. И я видел, как это происходит. Видел, как люди ходят с чувством вины и осуждения, потому что сами об этом проповедовали. С другой стороны, те, кто проповедовал милость и благодать Божью, если они оступались, они все равно получали благодать. Писание говорит, ибо суд без милости не оказавшему милость. Милость превозносится над судом. Если вы проповедуете милость, если будете добры и милостивы к людям, то и другие будут добры и милостивы к вам. Что посеешь, то и пожнешь. Надо сеять то, что необходимо. Правильные вещи надо проповедовать новозаветную благодать Божью, истинной Евангелии, а не проповедовать закон Ветхого Завета или пытаться смешать Ветхозаветный закон с новозаветной благодатью. Они несовместимы. Они дополняют друг друга, но их, конечно же, невозможно сочетать. Нельзя жить под законом и благодатью одновременно. Это извращение Евангелия, и так ничего не работает. Мое время подошло к концу, на следующей неделе я продолжу это учение. Снова хочу помянуть, у нас есть серия материалов, которая так и называется «Истинная натура Бога». Следующая неделя будет последней, когда я буду предлагать вам эти материалы на телевидении. Пожалуйста, приобретите их. Эти откровения изменят вашу жизнь. «Истинная натура Бога» доступна в книге, на CD и DVD дисках. Я верю, что это слово может значительно преобразить вашу жизнь и ваше отношение с Богом. Послушайте объявления о том, как приобрести эти материалы. Звоните и пишите нам сегодня, чтобы заказать их. Показ этой программы стал возможен благодаря финансовой поддержке и пожертвованию наших зрителей и партнеров служения. Мы хотим сказать вам большое спасибо за вашу помощь. Если эта программа Энрю коснулась вашего сердца и вы хотите поддержать нас, мы с удовольствием примем вашу молитвенную и финансовую поддержку. Через ваши пожертвования и молитвы вы принимаете участие в проповеди Евангелия Иисуса Христа в России. Наши реквизиты вы также можете найти на нашем сайте cbtcrusha.ru в разделе «Партнерство». Мы также обращаем ваше внимание, что при перечислении пожертвований на наши реквизиты, которые вы можете видеть на экране, в графе «Назначение платежа» обязательно укажите пожертвование на уставную деятельность. Эндрю вернется к вам через минуту, чтобы рассказать о следующей программе. Оставайтесь с нами, вы не захотите это пропустить. Но сначала Эндрю хочет, чтобы вы знали, что вы можете заказать его учения в виде книг, CD и DVD дисков на его веб-сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Зайдите в раздел «Книги и DVD», найдите нужное вам учение, в том числе полное учение Эндрю «Истинная натура Бога», о котором он учил сегодня, и сделайте заказ. Вы также можете получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 и 8-812-371-6104. Вы также можете сделать заказ, написав нам письмо на электронный адрес, который видите на экране. Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнайте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Вам нет нужды учиться на своих ошибках? Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии – царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, от кого приходит преуспевание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Представляем два важных учения в одной книге, которая называется «Твое новое Я и Святой Дух». Что на самом деле произошло, когда вы приняли Иисуса своим спасителем? Что слово Божье говорит о прощении грехов прошлых, настоящих и будущих? И новообращенные верующие со стажем получат благословение, узнав больше о спасении, которое они получили через Иисуса. Вторая часть книги рассказывает о Святом Духе. Из нее вы узнаете, почему крещение Святым Духом абсолютно необходимость для верующего, что такое говорение иными языками, для кого это дар, можете ли вы сегодня его использовать. Во второй части книги «Твое новое Я и Святой Дух» Эндрю ответит на эти и другие важные вопросы о Святом Духе. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. И это большая ошибка сегодня в церкви, которая говорит о прощении грехов и взаимоотношениях с Богом как о цели в будущем. Если будешь жить свято, ходить в церковь, платить десятину, то, может быть, ты достигнешь этого. Однако Писание говорит, что Бог уже примирил нас с собой. Обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе.